2020 год был закончен с убытком в 57 миллионов рублей и при этом был получен стабилизирующий льготный кредит в объеме 50 миллионов рублей. Из-за пандемии 2020 год для железногорских транспортников был тяжелым. Пассажиропоток упал, но предприятие справилось. Сохранили персонал, выполнили муниципальное задание. В целом по итогам года предприятие сработало практически в ноль, не в убыток. Правда, при помощи государственных субсидий, отметил глава города Игорь Куксин. Я считаю, что с честью и застойнством этот год эти испытания выдержало. Воспользовалось всеми возможными программами, которые правительством Российской Федерации, автотранспортным предприятиям предоставлялись. И по большому счету показало неплохой финансовый результат по итогам 2020 года. Основные проблемы муниципального перевозчика озвучил сегодня главный финансист предприятия. Нехватка водителей и кондукторов, излишне раздутая транспортная сеть и цена за проезд, не менявшаяся с 2016 года. Дорого обходится здание ТА, 3,5 миллиона в год. Причем функционал его минимален. Когда меня назначили на должность директора, мне изначально было озвучено несколько реперных точек, генерирующих убытки. А ТА на балансе предприятия – это одна из существенных точек. Вторая точка – это 119 маршрут. 119 маршрут забороли, субсидия там есть. Вот история про 3,5 миллиона убытков по ТА. Тоже существенный драйвер роста, если мы эту проблему в задачу переделаем. Ну и системно работая с экономией топлива, я думаю, что у нас есть реально все предпосылки, чтобы в 2022 году выйти на безубитычный уровень. Обсудили и новую схему маршрутных перевозок. Благодаря ей предприятие сможет уменьшить перепробег автобусов и выявить невостребованные жителями остановки. Сами маршруты при этом не изменятся, подчеркнул Семен Ташев. Кроме того, автобусы будут приезжать на остановки точно ко времени, а не так, как сейчас, следуя интервалам. Также муниципальный извозчик с помощью специального оборудования измерит пассажиропоток с привязкой к местности и маршруту. А еще всю эту систему оборудуют видеорегистраторами и валидаторами. И на основе этого можно будет оптимизировать существующую маршрутную схему не тем путем, которым шли раньше, просто раздвигая интервалы. Было 10 минут, стало 15 минут. Ну, понятно, но это ужасный подход. Он не позволяет, так сказать, оценить потребности пассажиров, потому что и в час пик тоже интервалы увеличиваются, правильно же? А такой подход, когда мы реальный пассажиропоток начнем считать, он более клиентоориентирован и позволит именно точечно вносить изменения, снизить перепробег во время, когда пустые автобусы ходят. Новую схему разместят на остановках маршрутных автобусов и внутри салонов. В тестовом режиме ее запустят летом. Окончательная схема заработает с 1 января 2022 года. Сергей Чурин, Андрей Сенченко. Новости. Время местное.